Книга открытым оком. Вопрос 3219, 18 том. Тема мусульманства. На практике получается, что последователи Магомета могут только резать и взрывать непокоряющихся их учению. Почему же они не трудятся на ученом фронте? Никогда не слышал, чтобы они были лауреатами Нобелевских премий или что-то изобретали? Отвечает Игнатий Тихноч-Лапкин. У них иная задача – покорить весь мир под чалму, как у Папы Римска, всех покорить под папскую туфлю. Посмотрите в церковные еперхиальные газеты-журналы, которые буквально переполнены материалами и снимками, как Папы и архиереи благословляют знамена воинские и сами целуют и окропляют неучестивые образа. На некоторых знаменах есть даже образины Ленина. И благословляетний пост не просто для того, чтобы не ржавели танки, но на войну в Чечне, как и было всегда. Коран 9 сура 36 аят. Поистине число месяцев у Аллаха – 12 месяцев Писания Аллаха, в тот день, как Он сотворил небеса и землю. Из них четыре запретных – это стойкая религия. Не причиняйте же в них зла самим себе и сражайте все с многобожниками, как и они все сражаются с вами. И знайте, что Аллах с Бога боязненными. Тридцатьдесят восьмой аят. О, вы, которые уверовали, почему, когда говорят вам, выступаете по пути Аллаха, вы тяжело припадаете к земле? Разве вы довольны ближней жизнью, больше последней? Ведь достояние ближней жизни в сравнении с будущей ничтожно. Тридцатьдесят девятый аят. «Если вы не выступите, накажет вас Аллах мучительным наказанием и заменит вас другим народом. А вы ни в чем не причините ему вреда, ведь Аллах мощен на всякой вещью». Сороковой аят. «Если вы не поможете ему, то ведь помог ему Аллах. Вот изгнали его те, которые не веровали, когда он был вторым из двух. Вот оба они были в пещере, вот говорит он своему спутнику. «Не печалься, ведь Аллах с нами». «И низвел Аллах свой покой на него и подкрепил его войсками, которые вы не видели, и сделал слово тех, которые не веровали низшим, в то время как слово Аллаха высшее. Поистине Аллах могучий, мудрый». Сорок первый аят. «Выступайте легкими и тяжелыми, и боритесь своими имуществами и душами на пути Аллаха. Это лучшее для вас, если вы знаете». Сорок шествой аят. «О, если бы они пожелали выйти, то приготовили бы для этого на снаряжение, но возненавидел Аллах их от правления и задержал их, и сказано было, «Сидите с сидящими». Семьдесят второй аят. «Обещал Аллах верующим мужчинам и женщинам сады, где внизу текут реки для вечного пребывания там, и благие жилищи в садах вечности, а благоволение Аллаха больше – это великая удача». Семьдесят третий аят. «О, пророк, борись неверными и лицемерными, и будь жесток к ним. Их убежище гиена, и скверно это возвращение». Семьдесят четвертый аят. «Они клянутся Аллахом, что не говорили, когда они уже сказали слово неверия и стали неверными после своего ислама. И за мной умали они то, чего не достигли, и мстят они только за то, что обогатил их Аллах и его посланник от своей щедрости. И если они обратятся, будет лучше для них, а если отвернутся, накажет их Аллах мучительным наказанием в ближайшей жизни и в будущей. И нет им на земле ни заступника, ни помощника». Восьмидесятый аят. «Проси для прощения или не проси для них. Если даже ты будешь просить для них семьдесят раз, то никогда не прости ты им Аллах. Это за то, что они не веровали в Аллаха и его посланника. Поистине Аллах не ведет людей распутных». Восьмидесят первый аят. «Радовались оставленные, что они уселись позади посланника Аллаха и тяготились усердствовать своим имуществом и своими душами на пути Аллаха и говорили, «Не выступайте в зной. Скажи, огонь гейлы более зноен, если бы они разумели». Восьмидесятый аят. «Пусть же они смеются немного, и пусть они плачут много в издаянии за то, что приобретали». Восьмидесятый аят. «А если Аллах вернет тебя к партии из них, и они будут просить у тебя позволения выйти, то скажи, никогда вы не выйдете со мной, никогда не будете со мной сражаться против врага, ведь вы удовольствовались сидением в первый раз, сидите же с остающимся». Сто одиннадцатый аят. «Поистине Аллах купил у верующих их души и их достояние за то, что им рай. Они сражаются на пути Аллах, убивают и бывают убиты, согласно обещанию от Него истинному, в Торе, Евангелии и Коране. Кто же более верен в своем завете, чем Аллах? Радуйтесь же своей торговлей, которую вы заключили с Ним. Это ведь великий успех». Сто тринадцатый аят. «Не следует пророку и тем, которые уверовали, просить прощения для многобожников, хотя бы они были родственниками, после того, как стало ясно для них, что они обитатели огня». Сто двадцатый аят. «О вы, которые уверовали, сражайтесь с теми из неверных, которые близки к вам, и пусть они найдут в вас суровость, и знайте, что Аллах с богобоязненными». Вторая сура, 190 аят. «Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто заражается с вами, но не приступайте поистине, Аллах не любит приступающих». Вторая сура, 191 аят. «И убивайте их, где встретите и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас. Ведь соблазн хуже, чем убиение. И не сражайтесь с ними у запретной мечети, пока они не станут сражаться там с вами. Если же они будут сражаться с вами, то убивайте их, такого воздаяния неверных». Это выдержки из Корана по поводу сражения с неверными и убийства их. А вот что говорит Евангелие. Матфея, 5 глава, 44 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». 1 Иоанн, 3 глава, 15 стих. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человеко-убийца. А вы знаете, что никакой человеко-убийца не имеет жизнь вечной, в нем пребывающей». Иоанна, 8 глава, 44 стих. «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеко-убийца от начала и не устоял в истине. Ибо нет в нем истины, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Стих. «Изменится ли что, когда мы отойдем от дел привычных и засохнем вовсе? От нас прохлады не отыщут днем и ночью обогреть нас не попросят. Заметят ли родные враги, что опустело стынут наши окна? Никто не встрянет злобным вопреки, и ереси без нас не передохнут. Недолжность наша, а смиренный дух, всецелая покорность и егове, завалы разгребала и возглашала вслух, сравняла доводы слепцов землею вровень. Ударит ли тогда в колокола, что важная ячейка опустела, ушла в утиль приворная игла, душа страдавшая рассталась с чудом тела. И отозвется ли глаз смерти на слуху в некрологах написанных душевных, или освищет с легкостью смахнув, не оценив ни корешка, женьшеня. Я бил, долбил в одно и то же место, что Библию забыли в самодурстве, не проповедую святое благовестие. Богослужения нет на великорусском. Сам для себя ответы не скрываю, усиливаю их, пока считаюсь жив, милю, пеку, пускаю караваи, не ослабляю жесткости, режим. Надеюсь на Христа и на его закон, озерных умирающих с надеждой, крестить в воде, не баловать с песком, иначе ждет вас ад, зубовный скрежет. Посаженное требует полива во имя Сына Божия Христа, что написал, не истолкуйте криво, не рвивайте из книг ни одного листа. 2006 год. Игнатий Тихонович Лапкин.